В нашей стране бардак, но что гораздо важнее, в мире тоже серьезные проблемы, так как наше влияние на мир велико. Мы должны были вести мир за собой, но больше не ведем. И когда видишь это, видишь, как Саудовская Аравия договаривается с Ираном, и договаривались они при помощи Китая, а не Соединенных Штатов. Кто бы мог подумать, что Саудовская Аравия, и я говорил это два года назад, я сказал, знаете, если они будут так продолжать, то Саудовская Аравия, припосредствии Китая, договорится с Ираном, и Китай будет контролировать всю эту ситуацию. Это должно было быть через нас, мы так легко могли все это сделать. Это беспрецедентно, то, что происходит, беспрецедентно, администрация Байдена толкает Россию прямо в лапы Китая. Это неприемлемо. Когда ты в детстве изучаешь историю, то одно ты понимаешь точно, ты не хочешь, чтобы Россия и Китай сошлись вместе и образовали союз. И Байден сделал это. У них теперь прекрасный союз. И они потолкнули Россию прямо в лапы Китая. Для Китая это было просто как забрать конфетку у ребенка. И у нас есть также проблема Ирана, и я бы с ней быстро разобрался, так как у них были проблемы с финансами. А сейчас они богаты. Я сказал Китаю, хотите покупать у них нефть, хорошо, но забудьте тогда про бизнес США. И они сказали, мы не будем покупать у них нефть, и не покупали. И мы были в позиции, чтобы совершать хорошие сделки, хорошие также и для них, для всех. И мир продолжал бы оставаться безопасным. Но когда я ушел, то внезапно Китай вернулся и залил все деньгами, и они теперь богаты, Иран теперь очень богат. И теперь это уже совсем другая ситуация, чем была. Иран был готов, был полностью готов заключить сделку. Но потом были эти ужасные выборы. И теперь мы в состоянии... Теперь у нас такие проблемы, которые я не думаю, у нас когда-либо были. И я не думаю, что когда-либо были более опасные времена, как для нашей страны, так и для мира. Еще раз, дело дошло до оружия, и я считаю, что такого, как сейчас, никогда еще не было. То, что они сделали за два года с нашей страной, просто немыслимо. Немыслимо. Сегодня я единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я предотвращу третью мировую, так как я верю, что впереди у нас третья мировая. Так как я считаю, что она будет. Знаете... Спасибо. Знаете, я снаружи видел кого-то в кепке, Трамп был во всем прав. Мне это самому не нравится, но это так. Германия и трубопровод. Я сказал, что вы делаете немецкой делегации во время своей речи в ООН? А они смеялись, им было так весело. И вот через год Трамп оказался прав. И Германия теперь... Вы знаете, что Германия теперь делает? Строит повсюду угольные электростанции. Так что итоги не очень. Я единственный говорил о Северном потоке-2, трубопровод. Из России в Германию и дальше по всей Европе. И я сказал, вы что творите? И помните, я дал им белый флаг. Я отправил его Ангелия Меркель. Она спросила, зачем ты мне его отправил? Я ответил, потому что в дальнейшем тебе придется сдаваться. Никто не знал, что придется уже через два года. Но придется. У вас слишком много войн с Россией. Это будут серьезные войны. И вы не можете получать 85% энергии от России. Вам нужны другие источники. А им было так смешно. И теперь они говорят, Трамп был прав и в этом. На каждом шагу нам будут противостоять продажные разжигатели, воины, неоконсерваторы, глобалисты, коммунисты и другие силы зла, которые пытаются свалить нас при помощи лжи и охоты на ведьм. Они будут делать все, чтобы нас остановить. Это называется «Сделаем Америку опять великой». Знаете, они такие мага, мага, мага. Они не хотят говорить, что это значит. А значение очень простое. «Сделаем Америку опять великой». В этом нет ничего плохого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!